спустя энное количество человека часов не знаю сколько уж я с ними возился с этими сидениями но сейчас они практически в финальном положении установлены смысла показывать как я ставил туда-сюда эти сидушки на примерках вообще никакого нету и таймлапс ставить это неинтересная однообразная работа главное что хотелось бы сказать это сидение были с салазками универсальными которые пришлось адаптировать под сливовские салазки которые я порезал с родных сидений это было очень сложное дело на самом деле находится практически в финальном положении и с несколькими нюансами мне пришлось столкнуться первое это наклон нижней сидушки то есть он сейчас достаточно большой вследствие того что вот здесь вот идет жесткость на которой крепится салазки она высокая нижнюю часть я по максимуму здесь опустил чтобы посадка была приемлемой но хотя она не идеальная я достаточно высоко сижу сливе нужно сидеть на полу чтобы нормально был обзор чтобы нормальный вид видно было не упираться коленками в руль это проблема машина маленькая и вот сидение этим не очень нравится но блин они по своей форме и конструкции не идеально сюда подходит есть у меня сидение вот такое называется она рекара я не помню по моему что-то ср-4 что ли какой-то такой модели она вот нижняя часть у и намного тоньше сразу видно по идеи можно было его поставить но блин она одно у меня всего сливу хотелось два одинаковых седла пока значит поставлю эти рекара я закину наверное в skyline 32 там не так критично и не так важно это что хотелось бы позже сделать ну наверное все таки поменять на какие-нибудь low max и эти сидушки чтобы улучшить посадку но этот сезон наверно машина поедет на этих седлах пассажирскую сидушку я сделал прям по максимуму низко но есть один нюанс там на полу штамповка вот в этом месте где правая часть сидушки штамповка кузова под и получается сидение опустить ниже невозможно потому что там как раз плоскость пола идет водительское же сидение там в этом месте нету такой штамповки ну и она сейчас по максимуму сидит вниз и все равно мне кажется что высоковато я цепляюсь ляжками об руль с педалями не так удобно как могло бы быть даже с родными сидениями было удобнее ну родные сидения увидели в хлам просто в щи собакой сожраны были по салону до собрать осталось это дверные карты ну как видите сколько лет переездов по всяким гаражам и складам эти карты просто в щи грязные я не знаю чем их отмывать есть косяки вот например здесь вот трещина здесь вот отклеилась и это надо все дело взбадривать на тряпку в принципе мне как бы фиолетово потому что по задумке я хочу эти вставки на машине сделать под ткань bright то есть чтобы это было все цвет сидений сидение сейчас перетянуты в пленку ну позже вы увидите как это все выглядит также я заказал чехол на кпп тоже брайдовский с такой расцветкой чтобы вот гармонично смотрелось в догонку мне нужно еще купить несколько метров ткани плюс я хочу этой же тканью сделать вставки в один диван сейчас постараюсь показать если там что-то видно будет темно вот задний диван вот эти вот вертикальные вставки хочу сделать из ткани bright потому что есть проблема вот здесь у меня пораженные сишками кто-то здесь курил то есть вот эту часть вот так вот до этого квадрата может быть выше пока точно не знаю надо посмотреть как будет смотреться возможно да вот этого части я сделаю также с брайдовской вставкой ну и возможно вот эти части задних карт тоже в клею по примеру как сделаны передний не думаю что это будет проблемой полнейший трешняк творится гараже не в последних сил пытаюсь доделать салазки переварил крепление сделал крепежки под ремни безопасности сейчас уже все это дело обточил к привел вид божески чтобы покрасить потому что если покрасить прям сварочные швы будет совсем отвратительно выглядеть ну так самые видные места почистил я не знаю наверное сегодня вот я занимался часа четыре и до этого наверно не пять просто миллион раз пришлось вытащить засунуть эти сидушки сейчас капюшоне работал на башке кипиш ну а так осталось еще кое-какие крепежки покрасить салоне это вот крепление заднего дивана пластика у меня почему-то нету не знаю не помню вообще был с тысячами этих переездов с гаража в гараж там наверно половина машины растерялась тоже эти штуки бы я конечно поставил если бы их возможно было найти с этой стороны такой же трэш грязь верные карты в хлам конечно надо сделать их почистить поставить и уже выкатить машину из гаража это будет скажем еще один шаг к тому чтобы поехать на выставку ставить машину всем привет новый день подготовки сливы к выезду на мероприятие на импровизированную выставку скажем так сегодня я занимался радиатором скинул радиатор слил с него жижу всю обмотал картон чтобы при транспортировке не покоцать ядро и буду отдавать сварщику на переварку креплений зачем переваривать крепления все просто радиатор ход 32 скайлайна по высоте он как раз как на сливе радиатор и выходы у него с одной стороны ну напомню что ср если бы я четырки брал радиатор такой же но и серий выход и вход с разных сторон поэтому здесь стоит радиатора 32 с небольшими переделками я думаю все влезет но салазки кстати на обе сидушки готовы уже установлены ждут момента когда их поставлю в салон пока салоном я закончу помывки и прикручивание всяких панелек прочих мелких часто выглядит под ремень приварил к полозе все очень близко очень рядом было очень сложно все это дело настроить получилось почти как по заводскому ну вот немножко со смещением потому что сидушка она с одной стороны вот когда с каркасом ставишь она от этой части упирается сильно пришлось немного выдвинуть вторая часть салазок сделана из двух салазок потому что на кузове имеется я не знаю уклон что куда ставится левая часть полозе вот она вплотную а правая получается должна быть на вот такой вот высоте там сантиметра два с половиной и пришлось взять старые полозе их немного переделать и к ним уже приварить универсальные полозе от сидушек вторая сторона тоже готова в гараже полнейший бардак трэш нужен субботник для этого я думаю нужно выгнать тачку поэтому изо всех сил стараюсь все быстренько под собрать чтобы по максимуму все что можно было закинуть машину уже стояла в ней а все что останется в гараже но по факту будет не нужно пойдет или на помойку или в сарай тогда здесь можно будет сделать достойную уборку было приятно приходить всегда так когда собираешь машину на последних этапах тебе уже тупо не хватает сил на то чтобы убираться вечером там складывать инструменты и подметать все силы уходит на машину все время ты тратишь именно на то чтобы ее делать еще один момент сегодня отвозил на переделку радиатор ну как был в обед отвез вечером часа четыре маша в пятом часу я забрал крепление переварили вернее переварили отрезали старые изготовили новые алюминиевые бачата и приварили их также я попросил мастера чтобы он не отполировал теми места где он ремонтировал чтобы вид радиатор не терял меня все устраивает выглядит супер по крайней мере не хуже чем было продолжаю собирать четырку к выставке ивенту типа выставки салоном я закончил чуть чуть попозже все внутри что там еще надо протереть но по сути дела салон собран единственное там нет магнитолы и акустики но это не столь важно сейчас данный момент я вот занимаюсь установкой гидравлики поставил насос гидроусилителя на опору на кронштейн от rb30 весь прикол в чем разница так это верхнем креплении болт крепится к блоку вот видно где блок заканчивается вот эта вот часть это еще блок идет башка выше перенесемся на rb25 26 здесь вот они два нижних крепления и верхняя в голове утоплена глубже за деку получается крепеж у них разность что поставить крепежку от rb25 на локр b30 надо отрезать вот эту часть которая выпирает голове прикручивается также сейчас замою бачок со шлангами не знаю может поменяю хомуты потому что мне такие хомуты особо не нравится хотя они держат достаточно хорошо но вид у них конечно ужаснейший просто также провел ревизию насосов их тут несколько штук от контрактного rb25 это сера от rb30 посмотрим в общем чего будет работать если будет гудеть есть на что поменять в общем какой-то из них когда-то начал уже гудеть не помню давно валяются в общем дело продвигается потихонечку с гидравлика здесь закончу потом собираюсь поставить охлаждение дальше прокачать тормоза прокачать сцепление и далее багажником в багажнике нужно будет навести также порядок первым делом сделать крепление под аккумулятор который будет здесь стоять пытался его туда поставить в эту нишу ну как говорил уже раньше что тут места совсем мало с платформой он сюда не лезет да и без платформы тоже всем неудобно поэтому будет стоять здесь полик нужно будет подрезать под аккумулятор и обшить его карпетом чтобы это все смотрелось более менее нормально далее перед выездом мне нужно будет еще оптику поставить наверное выезжать я буду на оптике на сонаре под нее сделать проводку все это наладить потому что сопли сейчас висят вот они это все нужно будет это образом уложить под планку телевизора в общем план на несколько дней такой думаю за неделю я все это дело сделаю и буду выгонять тачку на улицу но этого нужно будет еще конечно замерить по высоте все стороны потому что стойки накручены были так от балды доставил сделать более-менее нормальную высоту приемлемую и выходе с гаража по скатам не поубивать себе все под нищу ну и передвигаться что было приемлемо соответственно вид чтобы был нормальный вообще что-то средненькое постараюсь найти во всем этом но предполагаю что то придется мне назад ставить проставки когда я опущу тачку ниже колеса по-любому завалится сейчас без проставок на десять с половиной джей колеса посмотрим как опустится спереди кстати на проставках потому что суппорта цепляет форма такая у диска что без проставки он сюда не лезет в общем как то так погнали дальше уже четыре часа примерно нахожусь в гараже первый раз взял камеру в руки занимаюсь сегодня тормозами прокачкой делаю все один благо у меня есть некоторые приспособления которые мне это позволяет делать это когда-то заказанная на алиэкспресс там 20 рублей насадка для того чтобы на сливной сосок и одевать со шлангом и бутылкой принципе это позволяет не завоздушивать систему когда в одинокого пытаешься прокачать тормоза задний контур я уже пролил ну грубо говоря он проливается без всякой прессовки пока сняты задние колеса я еще кое-что сделать это немного настроить кайловеры пришлось конечно попотеть чтобы раскрутить гайки нижняя вообще тут закисшая была пришлось ее даже греть верхнюю более как бы расшевелил одним ключом все это дело раскрутил полностью и промазал с внутренней стороны ну то есть вот здесь вот все что вниз ушло промазал антиприхватной медной смазкой поэтому я думаю следующий раз когда будут регулировать это дело все пойдет от руки ну естественно контрагайку надо будет немножко подрывать ключом опустил на три сантиметра ниже машину ну так прикинул примерно два пальца альколи так пальцы знаете ли так если помните такое старе сейчас занимает этой стороной левой здесь тоже самое вот раскрутил промазал сейчас буду настраивать преднатяг пружины кстати был вообще жуткий кое-как я ее выкрутил преднатяг будет поменьше то есть только пружина упирается в нижнюю чашку я еще несколько витков поднимаю и оставляю так посмотрим как это на жесткость повлияет также поиграю с регулировками верхней части амортизатора на отбой и посмотрим как она себя будет вести я после того как сейчас закончу задними стойками перейду на перед подниму морду также пролью тормоза также займусь передними кайловерами предварительно замерил высоту потому что я их крутил просто уже там без всяких замеров пока машина без мотора стояла поэтому придется тут посильнее наверное опустить спереди сейчас она высоко задрано и заодно когда будет поднята морда я постараюсь прокачать цилиндр сцепления также гидравлика сегодня полностью установлена стоит насос с креплением стоят и подключены все шланги бачок поэтому в принципе гидравлика готова к прокачке но при запуске мотора естественно ну короче сегодня я наверно до передних колес не доберусь меня тут затянуло вообще жутко вспомнил что у меня рычаги лежали косые под саленблоки аджесовским вот решил я снять рычаг конечно до дальнего болта развального там очень сложно было добраться пол оборота воротка такого пол оборота там градусов не знаю 7 10 и вот таким вот образом пришлось откручивать немного подкисшее было сейчас вот буду ставить этот рычаг на правую сторону наверное сил уже сегодня не хватит сегодня накину только левый рычаг а передом буду заниматься уже в другой день все общем постепенно с одной стороны страдания закончились кое-как я поставил этот рычаг просто вот дальний болт крутить практически невозможно там вот вместо совсем дашка ни один ключ не подлазить единственное что прямым ключом вот там снизу каким-то вот образом вот так вот через удлинитель с этой стороны тоже держать нечем короче говоря там потому что подрамник и еще что-то там упирается кое-как я поставил этот рычаг не знаю как на меня посмотрит развальщик они таких вещей не любят кроме того если ему скажу как спереди регулировать развал не думаю что он будет вот эти вот болты крутить ну каким-то образом его убедить это сделать чтобы настроить правильно еще у меня есть tension и самопал конечно вот такого рода рычаг то есть ну за основу взят какой-то рычаг gs овский даже не помню какой там и задняя часть вот tension на нем нарезана резьба дополнительная контрагайка стоит и смещающие втулки проточены кастер мне пока что будет чем естественно это временное решение потом пойдет на skyline себе возьму кинуть более менее нормальные рычаги с изгибом чтобы колеса в рот в общем не цепляли при вывороте и насчет этой амбот沢 и носка 3d 4 и амбот на месец 4d 5 и амбот кинуть более две ну амбот талинь 5 и амбот колеса 4d 6 evidence Ankara 2 и амбот на немецкар двумя пляп на немецкар свобла амбот на немецкар свобла и